МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире на Бауральской вещательной кампании информационная программа объектив. В студии Наталья Реврещева. Здравствуйте. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о событиях сегодняшнего дня в этом выпуске. Жестокая расправа всего лишь за замечание. В Новоуральске задержан молодой человек, который решил ответить пожилой женщине кулаками на просьбу вести себя потише. Будущее строим сами. Новоуральцы конструктивно решают наболевшие вопросы с главой округа. Проект открытый муниципалитет продолжается. Как защитить жизнь и здоровье школьников? В Новоуральске прошла прокурорская проверка по общеобразовательным учреждениям города. Творчество новоуральцев увидят в Москве народная артистка России Елена Яковлева выберет лучшую театральную постановку новоуральских детей в рамках всероссийского проекта «Школа Росатома». Теперь об этих и других темах подробнее. Новоуральск готовит участников Свердловской области. С 17 по 21 февраля пройдет региональный чемпионат молодые профессионалы по методике WorldSkills. На сегодняшний день уже заявились более 1300 конкурсантов, а эксперты будут из 120 образовательных учреждений и организаций. Помимо Свердловской области в чемпионате выступят представители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Бурятии, Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ямала-Ненецкого автономных округов, Пермского края, Кировской, Курганской, Оренбургской, Томской, Ульяновской областей и другие субъекты Российской Федерации. В этом году участники чемпионата будут соревноваться в профессиональном мастерстве по 71 компетенции основного состава, плюс 21 компетенция возрастной группы юниоры. Площадками для проведения соревнований станут колледжи и техникумы Свердловской области. Средний Урал является активным участником движения WorldSkills благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвышева. Чемпионат WorldSkills High Tech получил прописку в регионе на 5 лет. Его организаторами – Союзом WorldSkills России, Министерством промышленности и торговли России, Агентством стратегических инициатив и правительством Свердловской области – было подписано соглашение о проведении соревнований на Среднем Урале до 2021 года. Активным участником такого чемпионата является ежегодно Инногоуральск, представляя на конкурс молодых специалистов Уральского электрохимического комбината. Восемь заседаний и 14 вопросов – это основные итоги работы Общественного совета по медицине за 2017 год. Вчера на заседании участники подводили итоги и составляли график работы уже на текущий год. Главная задача осталась все та же – взаимодействие с руководством ЦМСЧ и информирование общественности о положении дела в Новоральской медсанчасти. Подробности в сюжете Альбины Бабковой. В начале встречи отчета о проделанной работе председатель совета Татьяна Исмаилова рассказала о выездных заседаниях совета, о посещении стационара детской поликлиники офтальмологического отделения городских поликлиник. По ее словам, все рекомендации, данные советом руководства медсанчасти, выполняются. Стороны слышат друг друга и активно взаимодействуют. Конкретным примером эффективности стал вопрос о приобретении офтальмологического оборудования для детского сада номер 7. Члены совета обратились в Думу округа управления образования, рекомендовано приобрести аппарат за 60 тысяч рублей за счет небюджетных средств. Есть пункты, которые еще не выполнены. К примеру, совет обращался к руководству городской больницы о подготовке обращения к работодателям по диспансеризации населения. К сожалению, диспансеризация в городе идет неактивно. Члены совета на личном опыте записывались к врачу, опровергая слухи о невозможности сделать это. А при посещении детской поликлиники были приятно удивлены организации оказания медпомощи детскому населению и возможностью без очередей принимать процедуры реабилитационного отделения, как топ-массаж, бассейн, сауна, кислородные коктейли, лечебная физкультура и другие. На заседании также рассматривались и острые вопросы, которые пока не удается решить. Насколько у меня есть сведения от руководителя поликлиники, значит, в третьей поликлинике из 14 терапевтов сегодня работают фактически 6, их просто 6 есть, не потому что они там в отпуске, а в третьей, наоборот, а во второй поликлинике из 15, 6 или 7. Вот скажите, пожалуйста, все-таки вот в этой части как-то у нас изменится ситуация, либо нет? Естественного притока кадров нет. Какие меры мы принимали, вы знаете. Это меры со стороны администрации, выделение квартиры со стороны госкорпорации «Росатом», две акции были, по 20 миллионов это приобретение квартир. И, значит, спасибо Думе, у нас определены подъемные деньги, 100 тысяч каждому врачу, который у нас приезжает. В результате этого у нас сейчас, по-моему, где-то больше 40 квартир заняты врачами-специалистами, это те, которых мы привлекли. За последнее время, вот буквально месяцы, у нас приехала врач-терапевт участковой из Терми. Сейчас мы ведем переговоры еще с двумя врачами. Один из Челябинска, другой врач-педиатр, по-моему, из Северо-Уральского. Из Северо-Ура, Каменск-Уральска. В 2019 году состоится первый выпуск врачей, обучающихся в медвузах на целевом обучении. Тогда они вернутся в город. А в целом график последующих заседаний, в том числе выездных, составлен. Совет поедет на село, посетит станцию скорой помощи, женскую консультацию и городские поликлиники. Заслушает отчет начальника ЦМСЧ Андрея Морозова по итогам прошлого года и продолжит искать решение острых проблем городской медицины. В основном, это, конечно, кадровый вопрос. Отметим, что Совет по медицине – это молодой общественный институт. Его участники еще ищут точки взаимодействия. Однако уже сейчас есть общие цели и план действий. Ведь задача Совета – достоверно и полно информировать общественность о положении дел медико-санитарной части, влиять на решение острых вопросов в меру своих возможностей. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Жестокая расправа за замечания. Сотрудники полиции Новоуральска задержали подозреваемого в краже имущества у пожилой женщины. ЧП произошло 4 февраля в доме на улице Победы. Все, что просила шумную компанию пенсионерка – это быть потише. Однако молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и на просьбу не отреагировали. Мужчина буквально в считанные минуты выбил пенсионерке входную дверь, избил ее и забрал 16 тысяч рублей. Подозреваемого задержали им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее неоднократно судимый за разбой и грабежи. По данному факту, следственным подразделениям МВД России по Новоуральскому округу было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу и проверяется на причастность в совершении других преступлений. Проект «Открытый муниципалитет» набирает обороты. Все больше трудовых коллективов принимает участие во встречах с руководством Новоуральского округа. В рамках диалога с властью граждане обсуждают актуальные на сегодняшний день проблемы. Накануне глава округа Александр Баранов встречался с коллективом Новоуральского филиала МИФИ. Рассказывает Никита Евсеев. На встрече Александр Баранов рассказал, что делается в городе для улучшения жизни новоуральцев. Привел примеры удачной реализации программы по благоустройству дворов. Рассказал о принципах партиципаторного бюджета, когда жители сами выбирают, на что направить бюджетные деньги. Выбор территории благоустройства, создание комфортной среды – это отличная возможность, учитывая мнение большинства новоуральцев, потратить средства на улучшение нашей жизни в родном городе. До 9 февраля любой желающий может выбрать из 12 объектов один, который, по его мнению, нужно благоустроить в первую очередь. Подобные встречи проходят для того, чтобы ответить власти на вопросы горожан. Что делать, если УЖК отказывается выполнять свои обязанности? Как обстоят дела с созданием новых производств в городе? Было и обращение к властям города – помочь во взаимодействии с муниципальными предприятиями. Слазь на сложное и травмоопасное производство, многие муниципальные предприятия не берут студентов колледжа и института на практику. Еще пять лет назад мы выпускали специальность 25-13. Это разделение затопов урана. И наши студенты заходили в 70-й, 19-й, 53-й, 54-й, 20-й ЦК. Поэтому я не думаю, что сегодняшний наш студент не в состоянии, так сказать, правильно воспользоваться оборудованием и нарушить охрану труда, нарушить условия безопасности труда. Я предлагаю здесь несколько специальностей. Это, во-первых, конечно же, технология машиностроения как по высшему, так и по среднему специальному. Это электрики и промоэлектроника. Разъясняя свою позицию, Станислав Ждановский рассказал, что речь идет о квотировании мест практики на коммунальных предприятиях города. Со второго-третьего курса студенты и колледжа, и института на производстве смогут получать знания, которые помогут им в написании диплома. Изучить производство не по учебникам, а что называется вживую. Решение этого вопроса может повлечь за собой и решение другой актуальной для города проблемы. Если он себя там продемонстрирует, он может попасть либо в резерв, либо его могут пригласить на работу по окончании учебного заведения или по, так сказать, возвращению его из вооруженных сил. И тогда это тоже, конечно же, поднимает шанс того, что наш выпускник остается здесь в городе, то есть он продолжает здесь строить ячейку общества, там семья. Глава города Александр Баранов и депутат Думы Андрей Великов обещали рассмотреть предложения, прозвучавшие на встрече. Диалог, который выстраивает городская власть с жителями Новоуральска, дает положительный эффект. Проблемы не только озвучиваются, но сразу обсуждаются и механизмы их возможного решения. Никита Евсеев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Борьба за трезвость на дорогах в Госдуме предложили забирать машину у пьяных водителей, попавших в ДТП. Инициатива депутатов не нова. Год назад Минздрав уже предлагал конфисковать автомобили у нетрезвых водителей. Авторы инициативы уверены, конфискация транспортного средства у таких водителей позволит сократить число аварий, поскольку автолюбителю попросту не на чем будет ездить. О статистике, только за январские длинные праздники сотрудники ГИБДД Свердловской области устроили рейд и выявили 250 нетрезвых водителей и, как следствие, увеличение риска ДТП. Алкогольное опьянение водителя стало причиной гибели человека 1 января в населенном пункте поселки Бесерт Свердловской области. Нетрезвый водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением и насмерть сбил 50-летнего мужчину, который шел по встречной полосе. Садятся за руль после алкогольных застольей и в Новоуральском округе. Вы даже свои, не знаете, власть свою, но погоны на... Нет. В январе сотрудники ГИБДД Новоуральска проводили профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» и «Стоп-контроль». Среди 470 правонарушений сотрудники ГИБДД выявили почти два десятка нетрезвых водителей. Данные мероприятия были нацелены на выявление водителей в состоянии опьянения, на нарушение правил перевозки детей, также на нарушение правил дорожного движения пешеходами. Значит, что следует отметить? Следует отметить то, что в новогодние праздники с начала января было выявлено 18 водителей в состоянии опьянения. Три водителя из них задержаны повторно за управление в состоянии опьянения, им грозит уголовная ответственность. Пьяное вождение – это само страшное административное правонарушение, предусматривающее в качестве ответственности лишение водительского удостоверения до двух лет и солидный штраф в размере до 30 тысяч рублей. Прокурорская проверка сегодня прошла в школах города. Вопросы безопасности детей в общеобразовательных учреждениях как никогда актуальны, особенно в свете последних событий в России в связи с фактами нападения на учащихся в Пермском крае, Челябинской области и Республике Бурятия. По всей стране ведутся плановые прокурорские проверки. Новоуральск не стал исключением. Тему продолжит Ульяна Скрыгина. Жизнь и здоровье детей – это главное. В их руках будущее страны. Работники прокуратуры на постоянной основе проводят мероприятия по правовому освещению населения. Выступают на классных часах и родительских собраниях, чтобы все знали свои права, обязанности и алгоритм действий в чрезвычайной ситуации. Кроме того, ежегодно проводятся проверочные мероприятия. Проверить необходимо все школы. Другой момент, что в силу временной ограниченности и для ускорения процесса часть школ мы проверили путем непосредственного выхода на место, часть образовательных организаций мы проверяем документарно, то есть путем запроса документов, анализа этих документов. Проверки ведутся с целью удостовериться, что ученики обучаются в безопасных условиях, чтобы родители несовершеннолетних были спокойны за своих детей, отдавая их в образовательные учреждения. Ведется проверка физической охраны, доступа в школы, чтобы образовательные учреждения не посещали посторонние лица. Сотрудники прокуратуры отслеживают, каким образом организована антитеррористическая и противопожарная защита в зданиях. При выявлении каких-либо нарушений незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования для того, чтобы их устранили. Об итогах говорить пока преждевременно. Проверочные мероприятия в самом разгаре. Они проводятся в течение двух недель. Также работники прокуратуры проконтролируют ситуацию в детских садах и учреждениях дополнительного образования. Ульяна Скрыгина, Иван Вахмяков, Новоуральская обещательная компания. В Новоуральске выберут молодую семью 2018. На городской конкурс уже началась регистрация. Участников ждет несколько этапов с говорящими названиями. Для пап – тропа выживания, для мам – хозяюшки на искусство. А на третьем этапе участники представят совместное творчество родителей и детей в любом жанре. Победителям вручат призы. Члены жюри оценят и группы поддержки, которые тоже имеют шанс получить свои подарки за самое лучшее сопровождение семьи участниц на протяжении всего фестиваля. Заявки принимаются до 23 февраля в Новоуральском клубе «Уют» по адресу Корнилова, 9. Те-Арт Олимп Росатома. На сцене Центра внешкольной работы стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Те-Арт Олимп». Участники – школьники с 1 по 11 классы. Пять коллективов состязались за титул лучшей театральной постановки и за право участвовать в финале всероссийского конкурса. Как калейдоскоп событий, одна постановка тут же сменяет другую, лишь с небольшим перерывом на смену декораций. Всего пять спектаклей продолжительностью не более 20 минут. А актеры – обычные школьники, которые с огромным желанием решили попробовать свои силы и таланты в театральной направленности. Это муниципальный этап всероссийского конкурса «Те-Арт Олимп Росатома». Он проходит в рамках всероссийского, уже известного проекта в Новоуральске «Школа Росатома». Авторами сценария, режиссером театральных постановок выступают педагоги дополнительного образования. Их работу увидели зрители и члены жюри. Это известные люди Новоуральска, работники культуры и искусства. Спектакли оказались настолько профессиональными и эмоциональными, что выбрали сразу две лучшие постановки. Но в финале конкурса сможет принять участие только один коллектив. Его выберет народная артистка России Елена Яковлева, которая тоже будет членом жюри. Хотя тема одна на всех, улица с историей, но мы сегодня увидели очень разноплановые спектакли, разная подача, разные сюжеты, разные мысли героев. Право на проведение итогового общероссийского конкурса «Т-Арт-Олимп Росатома» доверили именно Новоуральску. Организаторы проекта «Школа Росатома» были настолько удивлены масштабностью и уровнем организации прошлого мероприятия «Арт-Олимпа», что вопросов, где проводить события 2018 года, не возникло. Единогласно – Новоуральск. С 4 по 6 марта в Новоуральский округ приедут лучшие творческие коллективы атомных городов России. Кто же будет представлять Новоуральску, знаем в начале марта. Новоуральцы снялись в музыкальном клипе московского продюсера. Причем не единожды проект «10 песен атомных городов» в рамках территории культуры «Росатома» стартовал еще в 2017 году. Столичные музыканты и автор проекта Тимур Ведерников Ездили по атомным городам и проводили кастинги. Искали вокальные таланты закрытых территорий, чтобы объединить их творчество. Необычный видеоклип. В итоге получился интересный материал, который можно посмотреть в Ютьюбе. Первый видеоклип был на песню «Как прекрасен этот мир». А теперь готов еще один. Главное, ребята, сердцем не стареть. Эту песню исполнили музыканты атомных городов России. Новоуральск представляет вокально-инструментальный ансамбль «Эксклюзив». Напомню, в рамках проекта «Десять песен атомных городов» вышло уже пять клипов. Наш город представляли музыканты детской школы искусств, театра музыки, драмы и комедии, хор «Класс стиль», коллектив из 49-й школы онлайн и другие. Записываются все видеоклипы, так сказать, вживую и собирается интересная аранжировка. Небольшая команда ездит по стране с мобильным комплексом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Такие видеоклипы – пример тому, как, несмотря на культурные, национальные или религиозные различия, музыка способна объединить людей, нести мир и любовь. На этом информационный выпуск завершен, но не спешите переключаться. Далее в эфире новый клип в аранжировке столичных музыкантов с участием новоуральцев «10 песен атомных городов». А затем новый выпуск объективно о спорте и завершит вечерний эфир НВК программы «Депутатский взгляд». Приятного просмотра. А я прощаюсь. Только хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова